Очередное соглашение с Россией разорвано. Кабмин сегодня денонсировал документ 2005 года о порядке взаимных поставок вооружения, военной техники, комплектующих и запчастей. Кроме этого, министры презентовали законопроект о защите бизнеса от незаконных проверок. Как планируют освобождать предпринимателей от нечистых на руку правоохранителей? Смотрите далее. Маски шоу «Стоп» в правительстве вплотную решили заняться жалобами бизнеса на давление со стороны правоохранителей. Министры признают, нелегальных обысков с каждым годом становится все больше. Ну, это какая-то эпидемия. Той негидник, который вытягнул в государственные погоды и выполняет тиск на честный, открытый бизнес, должен быть покаран. Этой точкой должен стать законопроект о защите бизнеса от нападок правоохранителей. И документ обязат фиксировать на камеры не только сам обыск, но и момент, когда судья дает соответствующее разрешение. Ведь сегодня такое решение принимается за считанные секунды. Судья подписывают пачками ухвали по обшукам. Ци ухвали потом используются правоохранителями для фактического тиска на бизнес. И установляется ответственность, что в разе, если такая ухвала выносилась следственным судам без обовязкового звука відеофіксации, то все следственные действия будут признаны недопустимыми и негативными. Хотел бы подчеркнуть важность того, что доказательства, собранные в нарушении правил, предусмотренных в законопроекте, то есть без відеофіксации, они не будут приниматься. И это очень важный инструмент. При обыске должны обязательно присутствовать адвокаты предпринимателя. Сегодня их зачастую не пускают. А законы ли действия правоохранителей будет проверять специально созданная независимая комиссия. В Кабмине надеются, что парламент проголосует за этот законопроект до конца года. Говорили сегодня на Застане и о том, как не утонуть в мусоре. Министры утвердили стратегию управления отходами до 2030 года. От безвесподобности, безвідповідальности захарашено, завалено сметтям в многих регионах країни. Это все нам нужно разгребать сейчас. Что заважает сегодня местам навести порядок? Ну, нужно, возможно, там, подштовхнуть их трошки. Проголосовали на заседании за повышение стипендий на 18%. То есть студенты уже с этого месяца станут получать как минимум на 200 гривен больше. Анна Каменева, Максим Чевлин. Подробности телеканал Интер.